Книга «Открытым оком». Тема «Мусульманство». 19 том. Вопрос. 3325. «Как мусульманские смертников смогли так убедить, что они уверены, как христианские сектанты, что абсолютно точно они будут в раю, если погибнут, убивая кого-то?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Среди них не жил, но очевидцы описывают это. Везде основано на лжи и на убийстве». Иоанна 8,44. Так, кавычки открыты. «Исмаилеиды учат. Убийство не только возмущает, оно еще устрашает врагов. Инсценировки явления мертвых обычно были связаны с казнями. Хасан объявлял, что недоволен кем-то из своих приближенных и велел отрубить ему голову. Когда все уже знали, что кань совершена, шейх приглашал к себе нескольких молодых людей, пришедших принять посвящение от его рук. На полу зала на ковре видели юноши блюда с запекшейся кровью, а на нем мертвую голову. Сотворив молитву, Хасан чертил в воздухе магические знаки, и к ужасу тех, кто видел это, мертвая голова открывала заплывшие кровью глаза, отвечала на задаваемые ей вопросы. Так, среди приверженцев шейха множилась слава Хасана и возрастал страх перед великой силой, которой он был наделен». Оставшись с мертвой головой наедине, Хасан раздвигал блюдо, которое было составлено из двух половинок, и выпускал сидевшего в яме так, что только голова его возвышалась над полом. А через час-другой те, кто недавно говорил с убитым, снова могли видеть его голову, и на этот раз действительно отрубленная и насаженная на пику, она водружалась у ворот в назидание всем остальным. Десятки человек, толпившихся вокруг, твердили, что только что сами разговаривали с этой мертвой головой. Кто после этого мог усомниться в сверхъестественном могуществе старца? Сегодня достаточно большая община существует в Афганистане. Главные принципы работы Хасан Ас-Сабаха с личным составом сегодня успешно реализуют в Аль-Каиде, так и в их дочерней фирме – джамаатах российских ваххабитов. Джамаатах. Несостоявшаяся шахидка, задержанная в Москве в кафе на Тверской, подробно поведала о подготовке мучеников с широким использованием наркотиков в учебках Шамиля Басаева. Щит и меч, 22 по 29 декабря, 2004 год, страница 7. Когда учение тьма, Щит и меч, 2006 год, страница 4. А письмания исмаэлитов весьма похожи на подготовку иезуитов у католиков. Вот из «Жития святых» 28 февраля про Терий. Тимофей Еретик приходил темной, безвездной, безвездной ночью, келем и говорил, как бы это был ангел, учил их верить, и этим многих монахов совратил безумие в ересь. Книга Судей, 3 глава, 20 по 23 стих. И сказал Аод, «У меня есть для тебя Слово Божие». Яглон встал со стула. Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего и вонзил его в чрево его, так что вошла за стрием и рукоять. И туг закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задней части. Деяния, 23 глава, 12 стих. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Книга Открытым оком стихотворение Понять я не мог, а теперь понимаю, и мне ни к чему никакой перевод. О чем улетая осенняя стая, так горестно плачет, так грустно поет. Мне раньше казалось, печаль без причины, у листьев лежащих в пыли у дорог. О ветке родной их печаль и кручины, теперь понимаю, а раньше не мог. Не знал я, не ведал, но понял с годами, уже с побелевшей совсем головой. О чем от скалы оторвавшийся камень, так стонет и плачет, как будто живой. Когда далеко от родимого края, судьба или дорога, тебя увела. И радость печальна, теперь понимаю, и песня горька, и любовь не светла. Расул Гамзатов